Физкульт привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Отвечаю сегодня на очень интересный вопрос, поступивший в комментариях на моем YouTube-канале. Вы, кстати, друзья, тоже можете поступать подобным образом. Если у вас есть вопросы, которые волнуют вас, которые требуют ответа, обязательно пишите их в комментариях. Вы видите, я на все вопросы отвечаю. На самые интересные снимаю подобные видео-ответы. Так что, если у вас есть вопрос, или вы видите вопрос, который вас тоже интересует, ставьте на него лайк. Я буду это видеть и буду освещать такие вопросы в первую очередь. Сегодняшний вопрос. Нужно ли повышать рабочие веса? Нужна ли прогрессия нагрузки в таком упражнении, как экстензия? И гиперэкстензия, кстати, тоже. Ну что, давайте разбираться. Перед тем, как ответить на этот вопрос, хочу напомнить, друзья, что вы можете приобретать мои книги. Особенно, если вы являетесь инструктором, тренером. Если вы взяли на себя ответственность тренировать других людей. Вы обязаны изучить эти книги. Одна книга для мужчин, другая книга для девушек. Особенности этих книг в том, что в них изложена информация, которую вы не встретите больше нигде. Это иной взгляд на тренинг, и вы обязаны прочитать его. Даже если вы будете не согласны, вы получите массу полезной информации. Вы получите информацию, которая заставит вас посмотреть хотя бы на наше с вами дело под разными углами. С другой стороны, если хотите. Друзья, вы знаете, что у меня проблемы с поясницей, с позвоночником в виде крыши, протрузий. Врачи меня лечили, лечили, да не вылечили. Мне становилось все только хуже и хуже, пока я сам не занялся данным вопросом. И первое, что я начал делать, это экстензии. Это когда ноги закреплены, а корпус двигается. Делал я поначалу на экстензии, которая находится под 45 градусов. На самом деле это более облегченный вариант. И экстензия, которая горизонтальная, параллельная полу, гораздо эффективнее. По той простой причине, что вы даже в стартовой позиции находитесь уже в рабочем состоянии. Статически мышцы ваши напряжены. Если у вас нет проблем с позвоночником, если у вас нет проблем в виде крыши, протрузий, вы можете сразу же, освоив это упражнение, потихонечку, потихонечку начинать прибавлять веса. Если же у вас есть проблемы, если вы чувствуете боль, нужно делать все с собственным весом. Делать все очень плавно, работая 3-4 месяца только с собственным весом. И прогрессия в данном случае будет на увеличение количества подходов и повторений соответственно. Можно доходить до 25-30 повторений за подход. И делать таких 5 подходов. Я рекомендую делать это в самом начале тренинга. Тот, кто смотрит мои ролики уже довольно давно, знает об этом. Это поможет вам сохранить поясницу здоровой, поможет вам не получить травму. А если у вас есть травма, будет вас лечить. Очень много крови приходит к мышцам. Мышцы, если они у вас спазмированы, будут расслабляться. Да, друзья, это факт. Когда вы даете мышцам нагрузку, они напрягаются. А потом при подходе к рамотным, когда вы растягиваетесь ежевечернее на все группы мышц, особенно те, которые были тренированы сегодня, вы расслабляете мышцы. Если вы не тренируетесь, у вас риск спазмирования мышц гораздо больше. Многие, кстати, воспринимают боли в пояснице как грыжи, как протрузии. Но это неправда. На самом деле большая часть проблем именно из-за спазмированных мышц. Грушевитных мышц, мышц таза, которые спазмируясь, извините, давят на нерв. И вы чувствуете боль, чувствуете дискомфорт. Поэтому, друзья, экстензии в первую очередь в начале тренинга. Когда вы научитесь делать это упражнение, когда у вас потихонечку начнут проходить боли, а со мной было именно так, вы начнете прибавлять веса. Возьмете сначала 5 килограмм, блин, поработаете пару месяцев, потом 10. Именно таким образом я дошел в наклонной экстензии до 200 килограмм на 10 раз, друзья. Да, и с тех пор меня не беспокоит поясница. Естественно, потом я узнал о специальной гимнастике, которой поделился тоже с вами не раз. И, кстати, готовлю сейчас новую книгу, она будет именно об этом. Не испытываю боли, не испытываю проблем, не испытываю никакого дискомфорта. Несмотря на то, что занимаюсь таким опасным при грыжах видом спорта, как хоккеем, играя в воротах. Вы все это прекрасно знаете, видите, я постоянно вам об этом рассказываю. Друзья, движение – это наша жизнь. Если у вас есть проблемы, ни в коем случае не ставьте на себе крест. Занимайтесь, больше ходите. Экстензия в начале тренировки и гиперэкстензия в конце. Когда у вас потихонечку начнут уходить боли, начинаем добавлять веса. Кстати, очень часто задают вопрос, как тренироваться через боль. Можно ли тренироваться через боль. Друзья, здесь нужно понимать один очень тонкий нюанс. Через боль тренироваться нужно, но не на усиление боли. Когда вы делаете упражнение, при этом испытываете вашу привычную боль в пояснице, это нормально, в кавычках, естественно. Работаете в диапазоне, в той амплитуде, при которой боль не усиливается. Только так можно выйти из этого состояния. Никак по-другому. Если ждать, ничего хорошего не будет. Что бы вам ни говорили врачи. Проверено мной и уже ни одной тысячи людей. Вы можете почитать это все в комментариях. Но, если вы чувствуете, что у вас боль усиливается, то нужно ограничивать амплитуду. Пусть она будет очень короткой, но выполнять ее нужно. Запомнили, да? Если мы чувствуем обычную боль, мы можем работать при этом, но не на усиление боли. Если у вас нет никаких проблем с поясницей, с позвоночником, в принципе, то также необходимо повышать прогрессию. Но тоже, друзья, с головой все делать очень и очень плавно. Не делая больших шагов. Вес должен быть 5 килограмм максимум. Шаг. Но, если вы будете делать еще более маленький шаг, это только плюс вам. Вы будете более щадяще поднимать нагрузку, но она все равно будет подниматься, и вы будете чувствовать эффект данного упражнения. Ни в коем случае не стоит постоянно, постоянно делать одно и то же. Когда вы уже выйдете на режим, что вы сможете работать хотя бы с 20-40 килограммами в руках, необходимо начать делать периодизацию. На одной тренировке вы делаете с собственным весом на 20-25 повторений, на другой тренировке берете дополнительный вес и делаете на 10-12 повторений. Запомните закон. Никогда не опускаемся ниже 8 повторений. Если вы берете вес и можете сделать только 6-7 повторений, лучше этого не делать. Снижьте веса и начните работать на 8-9-10 повторений. Это сохранит вам здоровье. И с гарантией будет показывать, что вы прогрессируете, при этом не нарушая технику, не ухудшая состояние. Постепенно вводите специальные упражнения при экстензии спины, когда вы работаете как на скручивание для пресса. Все то же самое, только головой вниз. Не наклон, друзья, а скручивание. Скрутились, раскрутились, скрутились, раскрутились. Вот это именно целенаправленно будет бить уже чисто на поясничные мышцы, которые как раз таки поддерживают позвоночник. Наклоны все равно не так воздействуют на данные мышцы. Больше будут работать ягодичные. Обращайте на это особое внимание. Гиперэкстенсии, друзья, это когда корпус закреплен и работает ноги, ходят ноги. Вот это самое главное упражнение. Делайте его в конце каждой вашей тренировки. Каждой. Начинайте также с собственного веса. Я знаю, у большинства нет тренажеров. Находите варианты. Мои ученики и просто люди присылают мне различные варианты выполнения этого упражнения. Даже дома. Можно лечь на высокую скамью, можно использовать большой фитбол, можно работать на козле. В конце концов, можно работать в том же станке для экстензии, развернувшись в обратную сторону. Самое главное работать. Друзья, надеюсь, этот ролик был вам полезен. Не забывайте делиться им в своих соцсетях. Если вы получили уже пользу от моей гимнастики, от экстензии, от гиперэкстензии, напишите, пожалуйста, в комментариях. Расскажите, как вы это сделали. А если вы снимете ролик, пришлете его мне, я выложу на канале, и я, и все подписчики, и все те, кто просто посмотрит этот ролик, будут вам благодарны. Давайте помогать людям, потому что доктора и врачи не могут этого сделать. Доктора будут запрещать вам делать приседания. Доктора будут запрещать вам делать экстензии и гиперэкстензии. А это, друзья, как раз-таки делать нам с вами и необходимо. Спасибо, что смотрели. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова